Дорогие друзья, мы продолжаем подробный анализ конфликта на Украине, а также того, чем он оборачивается для России, для всех государств постсоветского пространства, а также для каждого из нас. Как вы заметили, мы в своих аналитических разборах касаемся самых острых, самых горячих тем, которые не принято поднимать в официальных СМИ. И сегодня мы будем говорить о национализме. О национализме украинском, о национализме русском, о национализме тюркском, о национализме арабском и о национализме каждого отдельного кавказского народа. Но прежде чем мы продолжим, я спешу вам напомнить, что российское государство ускоренными темпами ведет подготовку к полной блокировке YouTube. YouTube это была платформа, где мы могли свободно, без цензуры общаться, размещать видео, смотреть видео, получать полностью альтернативную точку зрения. Но в последнее время сам YouTube начал блокировать те видео, которые ему не нравятся, плюс государство российское добавило сюда угрозу полностью заблокировать YouTube на территории нашей страны. Уже официальные лица заявляют, что нужно как можно быстрее переносить видео с YouTube на другие платформы. Уже ВКонтакте российская социальная сеть заявила, что разработала специальный алгоритм для автоматического переноса видео с YouTube на страницу ВКонтакте. То есть мы практически полностью лишаемся сейчас последних площадок для свободной дискуссии, где не будет цензуры, где мы можем свободно выражать свою точку зрения и говорить о самых жестких и острых проблемах. Именно поэтому я сейчас перехожу полностью с YouTube на свой канал в Telegram. Я вас прошу учесть, что Telegram на сегодня это единственная социальная сеть, которая пережила такую же попытку со стороны российского государства полной блокировки. Она ее пережила и продолжает успешно развиваться. И кроме того, Telegram на сегодняшний день исключает всяческую цензуру при размещении острых, жестких, горячих материалов. Поэтому в поисках реальной правды того, что происходит на Украине, того, что происходит в нашей стране, по границам нашей страны, мы можем пользоваться только сервисом Telegram. Именно поэтому я прошу каждого из вас как можно быстрее перейти в Telegram и подписаться на мой канал в Telegram. Вы просто останавливаете сейчас это видео, открываете Telegram, в поисковике набираете собачка Руслан Курбанов ТГ и нажимаете присоединиться. Или же переходите по активной ссылке в описании к данному видео в Telegram канал и тоже нажимаете присоединиться. Подписались? Искренне вас благодарю. И мы сейчас продолжаем наш анализ. Дорогие друзья, одной из целей, главных целей специальной военной операции на Украине, которая переполошила просто весь мир, поставила его с ног на голову, была объявлена деноцификация украинского государства. То есть два славянских народа, два братских народа настолько из-за этого национализма возненавидели друг друга, что ведут войну на полное взаимное уничтожение. Если вы видите ролики, которые идут с той и с другой стороны, они практически все об одном и том же. Украинская сторона заявляет, что нужно полностью разрушить русское государство, российское государство, а со стороны России заявляют, что нужно полностью ликвидировать и похоронить украинское государство, чтобы его не существовало. Вы понимаете, до какой степени взаимного неприятия оказалось можно довести два братских народа, фактически один и тот же народ, которые говорят на родных языках и понимают друг друга, до какой степени неприятия нужно было довести их. И это, я вас уверяю, грозит каждому из нас, какой бы вы национальности ни были. Каждого из нас можно довести до такой степени ненависти по отношению к своему брату и к своему соседу. Теперь скажите мне, пожалуйста, разве национализма нет внутри России? Да его дофига в каждой республике, в каждом регионе, в каждом городе России. Во-первых, из-за двух чеченских войн нас опять-таки смогли стравить кавказцев, русских и остальных народов России. У нас до сих пор глубокая степень неприятия друг друга. Как раз до начала войны на Украине вы вспомните, как просто полоскали дагестанцев, как просто уничтожали доброе имя дагестанского народа, который столько сделал для защиты страны, который столько сделал для развития науки, образования, техники, сельского хозяйства, индустрии и так далее, и так далее. Здравоохранение, в конце концов. Самые неприятные случаи унижения народов Кавказа, в том числе унижения русского народа со стороны кавказцев, мы видели до начала этой войны. Более того, до 2014 года в России было огромное количество националистических движений. Куда они делись? Как раз-таки, когда случился Майдан на Украине, власти России, которые долгое время пестовали и взращивали националистические группировки, они поняли, что в России тоже может разразиться такая же беда. И они быстро это все начали националистическое поле зачищать. Большое количество русских националистов уехало воевать за Украину, большое количество поехало воевать, наоборот, за русские республики Донбасс, Луганск. И с тех пор русский национализм с авансцены, с политической сцены был устранен. Но, тем не менее, у нас остался бытовой национализм в каждом городе, в каждой семье, в каждой республике, в каждом районе. Теперь скажите мне, пожалуйста, вот народы Кавказа, соседние республики, даже республики, говорящие на одном и том же языке. До какой степени взаимного отчуждения удалось довести наши народы, что одни братья кричат другим братьям, вы нам уже не братья? Они кричат, вы нам уже не братья из-за чего? Из-за того, что любовь к своей нации, упоение, ослепление своей нации довело их до ненависти по отношению к своим братьям. То же самое может твориться в любой сегодня сопредельной стране с Россией. Пожалуйста, возьмите республики Средней Азии. Я уже не говорю про жителей Таджикистана и жителей Тюркских республик. Я говорю даже о взаимном неприятии жителей двух соседних Тюркских республик. То есть степень неприятия братьев по языку и по вере доведена до такой степени, что они готовы резать и убивать друг друга. Разве это не проклятие нашего поколения? Разве это не проклятие, когда люди начинают ненавидеть друг друга только потому, что они родились в какой-то определенной национальности? Разве от вас это зависит? Скажите мне, пожалуйста, от вас зависит, в какой национальности родиться? Абсолютно нет. Как можно убивать людей просто от того, что вы родились в этой стране и говорите на этом языке? Это все равно, что мужчинам начать убивать женщин. Потому что вы родились мужчинами, а не являются женщинами. Это то, что вы не выбираете. Вы не выбираете свой гендер, вы не выбираете свою национальность, вы не выбираете свой родной язык. Как можно из-за того, что вы не выбираете, начать ненавидеть и убивать друг друга? Вы прекрасно знаете, что национализм был проклят всеми пророками, и пророком Мухаммадом, миром и благословением, и точно так же к нему относились все великие коранические библейские пророки. И было счастливое время на нашей земле, когда не было никакого национализма, люди даже не знали, кто они по национальности. Да, люди пользовались одним языком, но при переезде в другую местность могли с легкостью сменить язык. Это как мы меняем машины. Допустим, мы ехали сначала на поезде, потом на одной машине, потом на автобусе, потом на другой машине. Вас это как-то коробит, что вы меняете машины? Абсолютно нет, это просто средство передвижения. И язык исторический был просто средством общения. В этой местности понимали арабский, в той местности понимали уже тюркский, в третьей местности уже понимали персидский, а в четвертой местности уже славянский. Но почему же люди начали ненавидеть друг друга? Почему люди начали убивать друг друга из-за этой химеры национализма? Дело в том, что после того, как в новое время в Европе новые революционные силы уничтожили власть католической церкви, уничтожили власть своих королей и монархов, они провозгласили новую идею, новый лозунг. Нация превыше всего, и они начали строить nation states, национальные государства. То есть отдельное национальное государство для французов, отдельное национальное государство Германии для немцев, отдельное национальное государство для испанцев. До этого момента все державы были или католические, или православные, как Российская империя, или мусульманские, как Амиядский халифат, Абасидский халифат, Сельджукский султанат, Османский султанат, Кордовский халифат и так далее. Никто не поднимал вопрос национальности. Там могли в этих государствах жить все, кому угодно, и просто они переходили на язык этого государства, и все. И тут вдруг провозглашается, что главной целью жизни человека, это европейцы провозгласили, должно быть не служение Господу, как было до этого, а служение своей нации. То есть защита нации, превознесение нации, служение нации объявлено было национализмом самой высшей целью жизни человека нового времени. И эта блажь охватила всю Европу. Под этой блажью в Европе было устроено огромное количество революций, войн, уже страны начали воевать друг с другом из-за своих национальных интересов, начали уничтожать друг друга. Хотя до этого огромное количество стран Европы входило просто в объединенные католические державы под властью одного правителя, на каком бы языке он ни говорил. Он мог говорить на французском, он мог говорить на немецком, он мог говорить на латинском, но это были общие католические державы. А тут страны начали ненавидеть друг друга, убивать друг друга и залили всю Европу кровью из-за ненависти друг к другу, по причине какой, что они говорили на разных языках. Что может быть абсурднее этого? До России эта блажь дошла, слава богу, достаточно поздно, потому что до 1917 года Россия была православной державой, где национальность практически не имела никакого значения, значение имела религия. И во всяких документах официально вписалось православный или магометанин, или иудей. Никто не разбирался особо, там есть аварцы, есть даргинцы, есть чеченцы, есть татары. После 1917 года у нас начали строить советскую державу, которая уже взяла национализм в качестве своего инструмента. Именно Советский Союз создал огромное количество народов, которые сегодня гордятся своим древним происхождением. Это народы Закавказья, это народы Средней Азии, это народы Кавказа. Эти народы, которые могли говорить на тюркском, которые могли говорить на персидском, которые могли говорить на кавказских языках, их до появления Советского государства не существовало как отдельных наций, как отдельных народов. Это были джамааты, это были ханства, это были тейпы, это были вольные общества, которые могли говорить на одном языке, могли переселяться на территорию другого общества и начать говорить на другом языке. Яркий пример. Вот я вчера был на лакском ифтаре, как раз об этом мы говорили. Фамилия Бутаева. Чисто лакская фамилия, потому что будто по-лакски означает «отец». Бутаева есть сегодня у лакцев, Бутаева есть сегодня у кумыков. То есть это те лакцы, которые перешли с лакского языка на кумыкский. Бутаева есть сегодня у лизгин, потому что те лакцы, которые перешли с лакского языка на лизгинский, стали лизгинами Бутаевыми. Точно такая же картина. Огромное количество других народов стали лакцами. Во-первых, арабы, которые переселились в Дагестан и установили свой престол арабско-мусульманской династии именно в кумухе, в лакском селении, в лакском шахаре, как он бы назывался в средние века, они, постепенно ассимилируясь, переходя на лакский язык, стали лакцами. Ну, арабы, потомки пророка Мухаммада, мир ему благословения, многие стали лакцами. Точно так же лакцы становились кумыками, кумыки становились аварцами, аварцы становились даргинцами. Та же самая картина была в Чечне. Та же самая картина была у кабардинцев, у карачаевцев, у черкесов, у осетин и так далее. Вы посмотрите, сколько в Чечне тейпов, которые произошли от других соседних народов. И это никого не смущало, и никто не проникался ненавистью по отношению друг к другу, и никто не убивал друг друга именно из-за того, что вы говорите на разных языках. Так вот, в России после краха Советского Союза начался парад национализмов. Национализмы появились в республиках Средней Азии, националистические знамена подняли сразу в Закавказье, подняли в самом Кавказском регионе и, естественно, подняли в самой России. Ну, понятно, Украина, Белоруссия, Прибалтика, русские, все подняли националистические знамена. Идеология национализма в России была настолько популярна, особенно на фоне двух чеченских войн, на фоне продолжающихся диверсий, атак, подрывов со стороны других кавказских джаматов. Все это привело к резкому всплеску русского национализма. Вы помните русские марши, вы помните эти митинги огромные. И так продолжалось до 2014 года. Фактически до Майдана на Украине. Потому что тогда руководители России увидели, к чему может привести национализм. К каким разрушительным последствиям для страны может привести национализм. И тогда значительная часть русских националистов уехала воевать за украинцев, а другая часть уехала воевать за русских в республиках Донбасса. И после этого власти сделали все в России для того, чтобы зачистить поляну русского национализма. Но до этого еще власть пыталась перехватить идеологию русского национализма. И даже под эгидой «Единой России» был запущен русский проект, во главе которого стал Иван Демидов. Помните, был такой ведущий Музабоза, который никогда не снимал солнечные очки. Так вот, он стал идеологом проекта, русского проекта, который объявлял, что все народы России, они русские. И что вся культура всех народов России – это русская культура. И что нужно слово «российский» везде исключить, и нужно говорить только «русский». Но этот проект со временем был свернут, потому что он был абсолютно неинтересен жителям России, он был неактуален, он не приводил ни к каким позитивным целям. Но тем не менее, бытовой национализм в России, он сохранился. Вы вспомните, какая травля была чеченцам во время двух чеченских войн. Вы вспомните, как травлю чеченцев потом сменили на травлю дагестанцев. Уже сколько лет травят дагестанцев на Покровском рынке. Там, я не знаю, преследуют бизнесменов, отбирают бизнесы, отжимают, возбуждают статьи против экстремизма на ровном месте. Вы вспомните, как травили дагестанцев за бытовые ссоры до начала военной операции на Украине. Было такое впечатление, что дагестанцы – это просто какие-то, не знаю, самые неимоверные демоны, напавшие на свободолюбивый и мирный русский народ. Такую картину создавали журналисты и блогеры в средствах массовой информации, и в своих телеграм- и всяких там инстаграм-каналах, которые сейчас являются запрещенным уже в нашей стране. Но эта не война перевернула все. Вдруг все вот эти вот кишащие национализмы внутри России оказались на одной стороне, а украинский национализм на другой стороне. И вдруг оказалось, что и русские, и чеченец могут стоять плечом к плечу, и что дагестанец идет умирать за Россию, за русских на Донбассе, и что дагестанец получает первую звезду Героя России на этой специальной военной операции, и что чеченцы готовы проливать в массовом порядке свою кровь за то, чтобы спасти русских, вытащить их из-под огня. Что произошло? Что произошло, что все эти кишащие национализмы оказались вдруг на одной стороне? Просто появилась цель наднациональная. Цель, которая объединила все национальности, все народы России. То же самое сегодня происходит на Украине. Несмотря на крайнюю степень украинского национализма, внутри Украины те, кто настроен против России, они тоже сплачиваются. Этого нельзя отрицать. Они на почве ненависти к России и к русскому народу, они тоже сплачиваются. Они тоже сегодня умирают под одними и теми же знаменами. Мы видим, что наднациональная идея, она позволяет внутренние противоречия вытащить за пределы и просто исключить взаимное национальное противостояние. Именно это является излечением этой болезни. Излечением болезни национализма. То есть поставить цели наднациональной. Пусть это будут цели не противодействия другому народу, не ненависти по отношению к другому народу, что послужило причиной начала этой страшной трагедии между двумя славянскими народами. А до этого, возьмите, к примеру, турок, персов и арабов. Три крупнейших мусульманских народа, которые сегодня разобщены, разбросаны по окраинам единого исламского мира. Ведь было время, когда никто не разделял единое пространство мусульманских держав. Могли говорить на арабском языке в этой местности, переходили в другую местность. То есть, допустим, когда уже шла мобилизация сельджуков, это было воинство, достаточно суровое, вставшее на защиту рассыпающегося мусульманского государства. Переходя в войско к сельджуков, начинали говорить на тюркском языке. Или, допустим, заходя в стены университетов на территории Ирака и сунитского Ирана. На тот момент Иран был сунитский. Просто переходили на персидский язык, потому что там уже большое количество сунитских ученых были персами. Это было единое пространство, как вдруг вмешались европейцы, французы, англичане, у которых уже в сознании сидела эта отрава, nation states, и начали травить арабов и тюрк. Начали травить персов и арабов, тюрк и персов. В итоге им удалось поднять одни народы против других. Им удалось разрушить единство мусульманского мира, рассыпать в клочья, разорвать в клочья некогда единое пространство мусульманских держав. В итоге османский султанат был разорван на десятки государств, на десятки государств, многие из которых враждуют сегодня друг с другом. Пожалуйста, вон, в Югославии, на обломках Югославии какая была резня, резня между тремя братскими народами. Сербы, хорваты, боснийцы. Это один народ, они говорят на одном языке. У них язык ближе, чем русский и украинский. Эти три народа резали друг друга. На обломках османского султаната, на обломках исламского халифата, который держали династии из числа арабских правителей, разорвано все это пространство. 22 арабские страны. 22 арабские страны, многие из которых ненавидят друг друга. Это при том, что они говорят на одном языке, у них один пророк, у них один Всевышний, у них одна священная книга, у них одна история. Они ненавидят друг друга. Вы посмотрите, с каким упоением арабы режут друг друга. Это уже стало темой черного юмора, черных анекдотов и карикатур. Вы видели карикатуру, когда лежит араб на земле, у него в руках ножи, сабли, пистолеты, в ногах он тоже держит какую-то кривую саблю. Он сам с собой уже сражается. Руками и ногами сам с собой сражается. И написано, ахира араб фи лаалам. То есть, последний араб на земле. Даже будучи последним арабом на земле, арабы будут продолжать сражаться сами с собой. Настолько им отравили сознание этим национализмом. Яркий пример. Вот возьмите, к примеру, Сирию или Ирак. Или Египет. Там у власти находятся националисты до сих пор. Националисты. Потому что партии, которые пришли к власти в Ираке, в Сирии, в Египте, называлась БААС. Партия арабского национального социалистического возрождения. То есть, национал-социалисты. Это фактически такие же нацисты пришли к власти, как в гитлеровской Германии. Потому что партия Гитлера называлась национал-социалистическая партия. То же самое национал-социалистические партии арабского толка пришли к власти в Ираке, в Сирии и в Египте. И под отравой этого национализма арабы начали ненавидеть друг друга. Даже Саудовская Аравия, при том, что она хранительница Таухида, хранительница двух святынь. Она тоже строит государство только для арабов Аравийского полуострова. Вы попробуете, будучи арабом, египтянином или сирийцем, переехать в Саудовскую Аравию, получить гражданство? Вам не дадут. Потому что это государство только для тех, кто родился на Аравийском полуострове. Вот до какой степени ненависти и противостояния довела нас идеология национализма. Она родилась не в мусульманском мире, она родилась не в России, она родилась не на постсоветском пространстве. Эта ересь, эта блажь родилась в Европе, отравила, стравила все европейские народы, противопоставила их друг другу, привела к двум мировым войнам. И сегодня эту ересь нам насаждают по всем территориям наших стран. И теперь я вас спрашиваю, вы готовы умирать за то, чтобы возвысить превыше всего то, что вы не выбирали при вашем рождении? Или же нам нужно просто остановиться и сказать, хватит крови? Хватит крови в Средней Азии, хватит крови в Закавказье, хватит крови между братскими славянскими народами, хватит крови на самом Кавказе. Давайте строить нечто другое, наднациональное. А то сегодня уже раздаются голоса в самой России, что все, кто сегодня воюет, все народы России должны называться русскими. Но это тоже продолжение этой националистической истории. Ататюрк все народы Турции назвал турками, курдов назвал горными турками. Это привело к тяжелейшему противостоянию между курдами и турками на протяжении десятилетий. Реки крови льются и лились до этого в Турции именно из-за ненависти турок и курдов. Просто потому, что на обломках османского султаната это государство, новая республика, было объявлено только республикой для турок. Азербайджан пошел по пути немного более гибкому. Он сохраняет национальное меньшинство на территории своей страны, не ведет такую жесткую ассимиляцию, какую вела Турция, но при этом говорит, что талыши, лесгины, аварцы, рутульцы, сахуры, удины, таты, вы как бы говорите на своих языках, но вы все являетесь азербайджанцами. То есть в современном Азербайджане придумали наднациональную идентичность называть всех азербайджанцами, при том, что они являются лесгинами, талышами, татами и аварцами, к примеру. Теперь по тому же пути толкают фактически Россию. Говорят, вы можете быть чеченцами, можете быть аварцами, можете быть татарами, но при этом вы все русские, вы все представители русского мира. Но позвольте, огромное количество народов России, они хотят, чтобы наднациональное объединение народов шло не путем их ассимиляции, медленной ассимиляции, а путем провозглашения какой-то совершенно наднациональной общности. Если раньше это был Советский Союз, то теперь, возможно, это будет Союз народов Северной Евразии, возможно, это будет какая-то конфедерация народов, поскольку вокруг России сейчас готова объединяться та же самая Беларусь, те же самые государства Средней Азии, которые нуждаются в защите, которые за российскими штыками обеспечивают свою безопасность. Та же самая Армения, которая не способна фактически защищать собственные границы. Все это пространство народов Северной Евразии должно объединяться под единой наднациональной идеологией равноправия, совместного экономического развития, совместного обеспечения благосостояния, полной свободы по обмену людьми, товарами, идеями, капиталами, технологиями. Это должно быть единое пространство, как какой-нибудь Евросоюз, но в пределах огромной Евразии. Вот в такой проект готовы будут вложиться все народы, все народы не только России, но и близлежащих стран, если это обеспечивает им развитие, сохранение национальной культуры, сохранение своих родных языков. И при этом все мы готовы строить единый общий объединенный проект. Кто хочет, тот вольется. Кто не хочет, тот будет искать другие какие-то региональные союзы. И в этом нужно предоставить народам полную свободу. Берегите себя и своих близких. До скорых встреч.